Сказать, какой рождественский стол должен быть у христиан, если мы возьмем типикон, то там написано так, что в эти дни мирянином разрешается пища на все, то есть и мясо, и рыба, и яйца, и молоко. Монашествуем же на рыбу, яйца и молоко разрешается, но каким он будет, наверное, в каждой семье есть какие-то свои традиции, кто-то может быть рождественского гуся приготовит, кто-то там, я не знаю, кто на что способен в своих кулинарных фантазиях, но самое главное, рождественский стол должен быть каким, когда тогда мы все приготовим и будем в предвкушении наслаждения этого стола, то надо от этого стола какой-то кусочек отдать тому, у кого этого стола нет. Вот тогда этот стол будет рождественский и радостный стол, а то какая радость разделять эту пищу с теми, кто сам имеет больше, чем мы имеем, может быть, даже. Поэтому и святки, они посвящаются не для того, чтобы в эти дни есть, пить и веселиться, а для того, чтобы успеть створить как можно больше добрых дел. И тогда и радость будет совершенно она, и что ты знаешь, что ты кого-то накормил. Вот это и есть рождественский стол. А что мы сможем поставить на этот стол? У каждого по своим возможностям, по своим желаниям, конечно же, Бога ради. Я думаю, это так. А что такое колево или сочево? Это одно и то же, можем сказать, и кутия. Это размоченные зерна пшеницы, либо сваренные зерна пшеницы, и сдобренные либо медом, либо каким-то соком. Бывает два дня в году сочельники рождественские и крещенские, и как бы в эти дни стараются питаться сочевом. Ну, это не обязательно, и это даже не то, что не традиция, но это и не обязательно. То есть, если не этого сочево, или, может быть, кто-то и не кушает пшеницу, можете съесть яблоко. К чему это не обязует. Многие даже не едят в эти дни. Смысл сочево-колево это в том, что это зерна. И она обоснована на том, что Господь говорит, если пшеничное зерно в землю не упадет, то он упадет и не умрет, то оно будет одно. А если умрет, тогда оно принесет плод. Так и поэтому кутья, которая бывает поставлена для поновения усопших, как бы именно знаменит о том, что человек умер для того, чтобы стать в новой жизни. И еще сочево, она как бы нам преподается для вспоминания святых отроков Даниила, Азария, Мессаила. Она не Азария, Мессаила и Даниила. Эти три отрока, когда-то Вавилонский царь, захватив Израиль, то велел со всех колен собрать самых лучших отроков, чтобы для того, чтобы их воспитывать. Но и чтобы они дали были царедворцами при его дворе. Но эти четыре отрока, в главе с Даниилом, отказались от принятия пищи, которую приносили им с царского стола, и вино, и ясу с царского стола. А все это для того, чтобы они были самыми красивыми, самыми умными. Успитание такое получили. То начальник, который был поставлен над ними, испугался, что если они не будут вкушать этой пищи, то они будут силами и здоровыми. Тогда Даниил сказал, дайте нам 10 дней, и если после 10 дней вы увидите, что с нами ничего не произошло, то тогда мы будем продолжать поститься. Начальник согласился, и через 10 дней, когда появились эти торги, то они были самыми красивыми и самыми упитанными. Тогда он разрешил им поститься, не нарушать закон Божий, который они хранили свято. И зато Господь и даровал им всем иметь разум и мудрость, а Даниилу даже и пророчество и толкование снов. Это укор даже нам и нашим родителям, которые говорят, такой ребенок нельзя, надо отмяться, чтобы был умнее, надо кормить тем-то, тем-то, тем-то. А эти четыре отроков кушали только овощи и воду, и оказались самыми красивыми и самыми умными. Так что пост обратно же тут. И воспоминания как бы о том, что именно так отроки постились, и вкушают это с учебой. И по этой еще причине. Вино, конечно же, можно, но сколько? Сам Господь благословляет. Если вы помните, то первое чудо, которое совершил Господь, это когда Он в воду превратил в вино. Для чего Он это сделал? Для того, чтобы был праздник достойный у этих молодоженов, чтобы как бы их поддержать и не унизить их перед другими, что вот не запасли там вина и тому подобное. И сам про себя Христос говорит. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. Говорят, Он беса имет. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. Что говорят? Он любитель есть и пить вино, и друг, матарям и грешникам. То есть здесь Христос говорит о том, что Он и Сам пил вино. Он на последний день, вернее, последние моменты жизни Христа Спасителя, когда Он сидит со своими учениками, то Он что? Благословляет чашу с вином и предлагает своим товарищам, апостолам, чтобы пили они из этой чаши вино. Так что оно благословлено за девять веков до Рождества Христов. Псалом 5-й Завет написал. И вино веселит сердце человека. Но, обратно же, должны знать мир. А то у нас, получается, пропустил рюмку, а дальше забыл сколько. Вот чтобы такого не случалось, еще раз скажу, что святки, они предназначены не для того, чтобы есть, пить и веселиться, а для того, чтобы творить доброе дело. Редактор субтитров А.Семкин